Следующий мне идет катарантус. По описаниям и фото в интернете мне понравилось это растение. Достаточно невысокое, красивое, особо не прихотливое. После посадки где-то через 5-6 месяцев должен будет уже зацвести. А также он еще является лекарственным растением и применяется при различных видах заболеваний. Это можно будет информацию всю найти в интернете. Заказала я таких 3 пачки, каждой по 5 штук. Все они в пробирочках, достаточно большие семена. Можно будет легко их высадить в триплюберочки. Всходят они тоже неплохо. У меня до этого растет 4 семечки. Посмотрим, что будет. Взошли они у меня где-то недели через 2. посмотрим, как зайдут эти. Тут я взяла емкость побольше. У меня кончился дренаж, поэтому вместо керамзита я использую пенопластовую крошку. Она также будет выполнять функцию дренажа. Контейнер я буду заполнять универсальным грунтом где-то на две трети высоты. Семена высеются в слегка увлажненную почву и будут слегка присыпаться землей. Буквально где-то миллиметра два-три подсыпать сверху землей. Достаточно. Приступим к посеву. Открываем кромбирочку. Еще раз повторюсь, покупные семена я никогда не обеззараживаю. В этом нет необходимости. Такое уж имею ввиду профессиональных заводчиков и селекционеров. Потому что уже много раз убеждалась, что все семена качественные. Удобно очень, когда такая пробирочка есть. Прекрасно можно высаживать. Удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова